Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот как он рассуждал сам с собой Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом А я умираю от голода Встану, пойду к отцу моему и скажу ему Отче, я согрешил против неба и пред тобою И уже не достоин называться сыном твоим Прими меня, число наемников твоих И я хотел обратить ваше внимание на несколько важных вещей Во-первых, какой внутренний орган привел нашего героя в чувство? Это была совесть или это был желудок? Желудок Сколько наемников, говорит он, у отца моего избыточествует хлебом А я умираю от голода Голос совести тихий На сытый желудок его можно не расслышать Или можно расслышать, но притвориться, что не слышал А с желудком этот номер не пройдет Потому что желудок, пустой желудок, говорит громко Нужно что-то делать, найти еду И приходит мысль Казаться бы сейчас дома Там с едой проблем нет Но между ним и домом есть два препятствия Между нашим героем и его домом Одно препятствие – это физическое расстояние Они далеко, друг от друга, наш герой живет за границей Он ушел в другую страну Другое препятствие – это духовное расстояние Его поступок нанес оскорбление хозяину дома, отцу Между ними теперь есть духовная дистанция Которую ему тоже предстоит преодолеть Поэтому, и вот это второй момент, на который я хотел бы обратить внимание Он говорит, не пойду домой, а пойду к отцу моему Перед отцом он виноват, поэтому ему нужно идти тоже к отцу А не вообще домой В-третьих, что он хочет сказать отцу? Кушать хочется, а денег нет Жаль, что промотал все Очень жаль, папа Жаль, что ушел из дома У тебя не так уж и плохо жилось, в конце концов Нет, он понимает, что Плача о тех благах, которых он лишился Уйдя из дома, дистанцию между собой и отцом не сократишь Для того, чтобы эту дистанцию сократить, нужно признать себя виноватым И именно это сын и хочет сделать Он хочет сказать Я согрешил против неба То есть против Бога И пред тобой Грех, это всегда грех, прежде всего, против Бога Это нарушение заповедей, данных Богом Преступление его закона И в-четвертых Наш мальчик осознает Последствия Его греха Для отношений с отцом Он говорит Он понимает, что он больше не достоин Называться сыном своего отца После того, что он сделал Отец имеет полное право Отвергнуть его навсегда Читаем нашу историю дальше Стих 20 Встал и пошел к отцу своему То есть как планировал, так и сделал И путь домой был, вероятно, не близкий Ведь в стихе 13 написано, что он ушел из дома в дальнюю страну То есть далеко Из дома им ушлось быстро и легко Он был при деньгах То есть сыт, соответственно Возвращаться домой было труднее, во-первых, чисто физически Говоря о том, что по всей вероятности он не знал наверняка Примет ли его отец обратно А неизвестность томит душу Но вариантов у него не было Снова 20 стих И когда он был еще далеко Увидел его отец его Давайте вдумаемся в эти слова Из дома уходил хозяйский сын Одетый, обутый, ухоженный И привыкший чувствовать разницу между собой и наемными работниками Возвращался за домой Не просто наемный работник А свинопас Босой Вонючий Грязный И исхудавший Потому что он чуть не умирал от голода В общем, соседи Вряд ли узнали бы его Даже вблизи Но отец Узнал издалека Почему? Потому что отец Есть отец Он смотрит не только глазами Но еще и отцовским сердцем По той же причине Следующие слова у Луки здесь И сжалился Не вспомнил поведение сына Не разозлился Не сказал Как у него хватило наглости Вернуться После того, что он сделал Не развернулся И не ушел в дом Хлопнув дверью Ничего этого не написано Всего одно слово Сжалился И потом Забыв о своем возрасте Гордости И собственном достоинстве Которые на востоке всегда очень важны Отец побежал ему навстречу Обнял его И поцеловал И греческий глагол здесь указывает на то Что это был не холодный формальный поцелуй Для протокола А поцелуй с чувством Нежный поцелуй Это был знак прощения И примирения Который есть и в истории Примирения Давида Со своим сыном Ависсаломом Однако В отличие от Ависсалома Который вначале вел переговоры С Давидом Через военачальника Иоава И потом лишь Только потом пришел к царю с поклоном Когда царь допустил это И лишь после этого поклона Получил отцовский поцелуй В знак примирения Здесь Отец целует сына Еще до того Как тот успел сказать Хоть одно покаянное слово Это говорит о том Что отец принимает вернувшегося сына Сразу Целиком И полностью И затем сын Начинает свою речь Но не заканчивает Фразы Прими меня в число наемников твоих Которую он запланировал Произнести В тексте Луки нет Когда он Описывает Лука уже сцену Почему ее нет? Возможно Остатки гордости Не дали мальчику Произнести Эти слова Другой вариант Который Лично мне нравится больше Отец Перебил его Недавно Говорит всю речь Он уже понял Что сын Хочет вернуться К нему Но Тут у меня есть вопрос Откуда у отца Такая уверенность Что сын действительно Раскаялся В своем поступке А не просто Проголодался Неужели Отцовская любовь Была готова пожертвовать Соблюдением заповеди О почтении К родителям Дескать Я так соскучился По тебе сынок Так тебя жалко Что можешь относиться Ко мне как хочешь Только живи дома При мне И будь сытый И счастливый В этой истории Отец Конечно же Представляет Бога Поскольку Бог Своей любви К нам Никогда не идет На компромисс Со святостью Мы понимаем Что и отец Не мог Пойти На компромисс На такой Возможно Его сердце Подсказало ему Что сын Действительно Сожалеет О своем поступке А не просто проголодался Возможно Он не был уверен В этом до конца Но решил поверить В лучшее И действовать так Как будто сын Действительно По настоящему Рассказ В любом случае Дальше он слышит Из уст сына Признание Своего греха И это то Что он и хотел Услышать Чтобы впоследствии Не жалеть О своем поступке Сделанном В порыве Отцовского чувства Поэтому я думаю Что он сам Не дал договорить Фразу Сыну О принятии В наемнике Чему тот Конечно Наверняка Обрадовался Ведь на востоке Не любит Заниматься Самоуничижением И дальше Отец велит Причем в греческом Это повеление Действовать немедленно Он велит Своим рабам Принести лучшую Одежду Сандалии И перстень А также Заколоть Откормленного теленка И устроить Пир Горой И здесь Каждая деталь Символична Лучшая одежда Говорит о почете Который был оказан Вернувшемуся Сыну Это могла быть Одежда самого отца Которую тот одевал По особым дням Сандалии Это знак того Что вернулся в дом Не наемник Не раб Не слуга А сын Он принят как сын Потому что в той культуре Босиком ходили Только слуги И рабы А не дети В семье Перстень На руку Означает что он Становится доверенным Лицом отца И это не просто украшение А кольцо с семейной печатью То есть Носивший этот перстень Имел право Заверять Все документы Вести дела Семьи Подписывать договора То есть Это означает что Все эти действия Говорят о полном Восстановлении Сына В своих Сыновних Правах И наконец Кого отец Приказал Заколоть Обратите внимание Не барашка Не козленка А откормленного Теленка Откармливали Теленка Для большого праздника На котором будет Не только семья А и другие гости Потому что Одна семья Даже большая Столько мяса Съесть не смогла бы Поэтому этот приказ Означал Что отец Хочет позвать На пир Также и соседей Чтобы тем самым Восстановить Репутацию сына И в их глазах И в обществе В котором он живет А теперь давайте На секундочку Вернемся К нашей главной теме Благодати В чем же она здесь проявляется Как мы сказали В одной из предыдущих программ Благодать Противопоставляется Не закону А личным заслугам В нашей истории Мы видим Что заслуг У сына перед отцом Нет абсолютно никаких Наоборот Он виноват Перед ним Он ясно сознает Что больше не достоин Называться сыном У него нет никаких Законных прав Требовать себе Что-то От отца И единственное Что он может сделать Это просить Отца принять его Но не по долгу Не потому что Отец обязан Принять его Отец перед ним Никак не в долгу Никак больше ему Ничем не обязан А исключительно По его собственной Доброй воле По его Отцовской любви И отец принимает Его именно так Причем принимает Не в наемнике А обратно принимает Как сына И здесь очень важно Понять разницу Между наемником И сыном Хлест Хлеб Который ест наемник Это хлеб Это хлеб Который он Заработал Это хлеб Который Причитается Ему По долгу Это результат Его дел Его труда Он заслужил Этот хлеб Но хлеб Который сын Ест В отцовском доме Он другой Хоть он И из той же Муки Сын ест Не потому что Он заработал Свой хлеб А потому что Он сын В отчим доме Его положение Не меняется В зависимости От того он работал Или не работал Работал более успешно Или менее успешно Если не работал Так может быть Вообще он ребенок Поэтому он даже И не может работать Тем не менее Дети Малые дети И большие дети В отцовском доме Получают хлеб Хлеб дается Не в награду За труды Детям Отца А в дар По доброте И заботе Любящего отца И это Совершенно Разные вещи Но Вернемся К нашей истории Отдав распоряжение Отец говорит Станем есть И веселиться Ибо этот сын мой Был мертв И ожил Пропадал И нашелся Если читать Эти слова В контексте Всей главы То их смысл Становится еще яснее Ведь Притч о блудном сыне Третья После Притч О потерянной овце И о потерянной Драхме И в первой Пастух Радуется О найденной овце Во второй Женщина О найденной монете А здесь Отец О вернувшемся сыне И мысль понятна Бог не просто Принимает Возвращающихся К нему Грешников Но во первых Сам ищет их Как пастух Овцу Как женщина Монету А во вторых Радуется Их возвращению Радуется Что они нашлись Ишуа сказал Что на небесах Боли радости Будет об одном Грешнике Кающимся Нежели О девяносто Девяти Праведниках Не имеющих Нужды В покаянии Бог не просто Радуется А очень Радуется Пастух Найдя овцу Берет ее На плечи И написано Берет с радостью Лука Пишет Потом Зовет друзей И соседей Скажет Порадуйтесь Со мной Я нашел Мою пропавшую Овцу Женщина Найдя драхму Скажет подругам И соседкам Порадуйтесь Со мной Я нашла Потерянную драхму И поэтому отец Не просто восстанавливает Сына в правах Ограничившись Юридическими Формальностями А устраивает Пир На всю Округу И говорит Станем есть И веселиться Потому что Сын мой Был мертв И ожил Пропадал И нашелся Но наша история Еще не закончилась Продолжение На следующей неделе Оставайтесь с нами Спасибо Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»